Приветствую вас на канале Москвичи без границ. Я так думаю, вы по нам уже соскучились. Сегодня в нашем ролике мы прогуляемся по Ялте. Сейчас мы находимся в новом таком небольшом сквере. Посмотрите, какой замечательный памятник. Первое свидание. Мне кажется, здесь будут назначать как раз-таки новые первые свидания. Может быть, просто место встречи будет. Место шикарное. Находится на территории апарт отеля Московский. Вот так вот это выглядит. Фонтанчики вокруг. И мы с вами, конечно же, прогуляемся на Массандровский пляж. Покажем набережную имени Ленина и Приморский пляж. Все это будет в этом видео. Так что оставайтесь на нашем канале и не переключайтесь. Так, ну что сказать по поводу этого места. Место шикарное. Калитка открыта наконец-то. Это чуть дальше вещевого рынка остановка. Вот так это выглядит место. Памятник шикарный. Много скамеек. Поставили вот такие вазоны с растениями. Здесь стоит олива. Стоит кипарис. То есть красивые растения. Все ухожено. Есть площадка вот там в той стороне чуть подальше. Тоже можно посидеть, отдохнуть. Фонтаны эти вечером подсвечиваются. Есть вот даже природная теневая зона. Шикарные такие фонари в таком необычном варианте. Ретро-стиль такой небольшой. На той стороне у нас уже находится Горсовет площадь. Горсовет, куда мы тоже сейчас с вами отправимся как раз таки. Просто вот это место, конечно же, нужно было показать. Ну а мы с вами сейчас отправимся уже прогуляться по Ялте. Вот как раз, чтобы вы понимали, вот калипточка вот эта. Она раньше была закрыта, потому что фонтаны были недоделаны. Вот так это выглядит снаружи. И мы идем уже в сторону вещевого рынка. Вот там уже обстановка, вещевой рынок, который находится в Ялте. Ну вот это прям, можно сказать, начало набережной. То есть все здесь садятся на троллейбус и едут в сторону Массандры, в сторону автовокзала в Ялте, конечно же. Но мы пойдем сейчас в переход. Тут как раз таки находится магазин Черноморец. Многим он известен по своим молочным коктейлям. Я уже туда как-то заходил, показывал вам внутри. Но там меня попросили выйти и сказали, что здесь съемка запрещена. Это был у меня, по-моему, как раз таки прямой эфир, насколько я помню. Вот видите, автовокзал, вещевой рынок. А в ту сторону уже, куда мы идем, в эту сторону набережной. Здесь устанавливается транспорт. В транспорте, кстати, можно оплачивать как картой, так и наличными деньгами. Есть аптеки различные. Все это есть. Людей, как вы видите, много. Вот Ливаде, больница, дворец, полный автобус поехал. Ну а мы сейчас в переход и на Советскую площадь к Фонтану покажу, какая там красота. Так, сегодня, кстати, 11 октября. Время у нас 11 часов 15 минут. Чтобы вы понимали, ориентировались. То есть это видео будет для вас свеженькое. Стараемся снимать без запоздания. Вот он магазин Черноморец, как раз таки, про который я вам говорю. Где вкусный молочный коктейль? Многие его сравнивают с коктейлем Советского Союза. То есть в советские времена именно были такие молочные коктейли. Юлька тоже любит этот коктейль. И когда мы здесь находимся в Ялте, то она, конечно же, тоже себе берет. Пешеходный переход через реку, которая лежит с ущелья трех гор Учкош. Как раз таки в этом месте-то и было полноводие тогда 2-3 года назад, когда Ялту затопил довольно-таки сильно. Был такое разрушительное наводнение. Ну вот, проходим с вами на Советскую площадь. Советская площадь во всей своей красе встречает нас вот такими шикарными цветами. Представляете, середина октября практически. В Ялте жара, цветы, пальмы. Все зелено, красиво. Только вот осенние облака начали появляться над верхушкой гор. Сейчас самое время ездить, конечно, на Айпетре, чтобы быть выше облаков, потому что чаще всего сейчас Ялта будет окутана в облака. Посмотрите здесь, какие цветы впереди, друзья. Все это благоухает, находится прямо в Ялте. В сердце Ялты. Стоит юка, распустившиеся, отличные цветы. Посмотрите, какие они красивые. Чуть-чуть поближе вам покажу, конечно. Вот как выглядит юка во время цветения. Это тоже необычное зрелище и довольно-таки красивое. Знаменитые качели, которые поставили здесь наверху. Видите, рисуется чайка на вершине этих качелей. Там находится он впереди. Это Сбер, Сбербанк, офис, центральный офис. То есть банкоматов уже по Крыму довольно-таки много стоит. И вот есть в Ялте офис Сбербанка, потому что многие меня спрашивают, какие деньги с собой взять в Крым. То есть наличку или безналичку. Конечно же, можно брать безналичку. Приезжайте спокойно, в любом банкомате снимайте. Даже будь то банкомат РНКБ, все равно вы снимете наличку с любой своей карты, потому что комиссии нету, потому что это карты МИР. И плюс еще зашел Крым Т-банк. То есть Тинькофф тоже есть в Крыму, Сбер есть в Крыму. То есть все налаживается, проблем с этим нигде нету. Практически в каждом месте можно оплачивать все это картой. В некоторых местах, только такие, как вот рынок, например, то там, конечно же, оплата только идет наличным расчетом. Шикарный фонтан перед вами на ваших экранах. Сделали его здесь. То есть помните, вот эти грибочки стояли пустые, просто бетонные. Теперь по ним пустили дикий виноград вот такой, который не требует особого ухода. Но туда проведен наверх автополив. То есть они поливаются. И вот к следующему году, может быть, уже даже подзатянутся, и будут такие зеленые зонтики стоять шикарные. Фонтан мощный, шикарный. Сейчас, конечно, уже прохладно. Плюс еще дети на занятиях. Но я думаю, днем, после того, как занятия заканчиваются, наверное, сюда как раз-таки приходят. И все равно еще плещутся в этих фонтанах, прыгают, резвятся. Потому что это прям место для детей очень популярное. Им очень нравится здесь бегать по воде, бегать по этим плитам различным. Все это вечернее время, конечно же, подсвечивается. Красота неимоверная. Посмотрите, какой он высокий. Разными режимами он, во-первых, работает. Все это находится в город Совет. Кинотеатр Сатурн. Чтоб вы все это понимали, где это располагается. Ну, а мы отправимся с вами на набережную имени Ленина, друзья. Сейчас я вам как раз-таки покажу тот момент, который люди, многие сомневаются и приезжают в Крым только летом, например, в летнее время. Но можно, конечно же, сэкономить свои средства, потому что жилье после 15 сентября, как правило, цена намного снижается. Вот. И можно приехать сюда в такой бархатный сезон, начиная с сентября. И даже вот, как вы видите, 11 октября, а на улице солнышко, тепло, до 25 градусов тепла. На солнце, конечно же, намного больше. И вы сами сейчас убедитесь, что в это время еще можно купаться. Море теплое, хорошее. Вот. Потому что ноябрь уже будет такой, как повезет, так сказать. Мы как раз с вами вышли уже на набережную имени Ленина. Это главная площадь. Позади меня как раз-таки вы можете наблюдать памятник имени Ленину, как он выглядит. Вот так вот. И как раз-таки верхушки гор, которых сейчас, к сожалению, не видно, но видно то, что их окутали облака. Когда мы чуть-чуть подальше с вами отойдем туда, в сторону Приморского пляжа, будет вид как раз у нас на Ялту, на Ялтинские горы. Я вам обязательно их покажу. Все это будет сегодня у нас. Так что, друзья, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал. Вконтакте, в сообщество подписывайтесь. Подписывайтесь. Яндекс.Дзен. Вот. В Дзен. И будете за нами следить 24 часа на 7. И, конечно же, Телеграм тоже у нас есть. Все мы там публикуем. Как вы видите, люди сидят, отдыхают. Кто-то кушает тут. Мужчина кушает мороженку, наслаждается теплыми днями, но и в тот же момент охлаждается мороженым. Главный фонтан, откуда, я думаю, у многих, конечно же, кто приезжает в Ялту, есть куча фотографий. Я думаю, каждый год все равно вы приезжаете и делаете отсюда фотоснимок для себя и увозите его с собой на память. И показываете, конечно, своим знакомым, друзьям, как вы отдыхали в Ялте, в Крыму в летний сезон или в бархатный сезон. Здесь чаще всего собираются голуби, конечно, их кормят дети, и мы неоднократно уже кормили солинкой здесь голубей. Приехать сюда можно покататься на самокате с ребенком, что очень удобно, здесь покрытие очень хорошее. Есть небольшая такая зона аттракционов, как раз-таки по правой стороне вы сейчас наблюдаете, где можно покататься на каруселях, поиграть, покидать дартс, пострелять, вот, тир. То есть такие небольшие развлечения есть, конечно. Вечером набережная подсвечивается, очень интересно, скоро уже, конечно же, Новый год. Я думаю, в декабре месяце, в начале декабря уже начнут ставить новогодние декорации, которые мы как раз-таки вам обязательно покажем, какие будут новые декорации в этом году. Я так думаю, то что новые, хотя бы одна-две штуки, я думаю, должны появиться. Стоят катерочки, не так много уже, конечно, но до последнего люди стоят и ждут своих отдыхающих, которые хотят отправиться в морское такое небольшое приключение. Стоимость я вам как-то уже объявлял, то есть сейчас стоит от 6 тысяч рублей прокатиться вот на этих лодках. Но это в летний сезон, может быть, сейчас в бархатный сезон цены, конечно же, поменьше. Потому что в сезон, конечно, цены практически на все поднимаются. Что жилье, что такие вот прогулки всякие морские, все это, конечно, цены становятся повыше. Сейчас, конечно, 11 часов утра, дня, ближе к 12 уже, да, грубо говоря, день. И людей, конечно же, не так много гуляет по набережи. Но мы сейчас пройдемся до Приморского пляжа, посмотрим, есть ли там отдыхающие, есть ли люди, которые загорают, купаются. Потому что, как вы мне многие, конечно же, писали, то, что я часто снимаю, это все местные. Ну, конечно, у нас местные только на пляжах и отдыхают. Местные работают, друзья. То же самое, как и вы, когда живете в своем городе, мало кто в будний день будет ходить по центру и гулять. Чаще всего все работают. Так что сегодня будет именно реальный показатель, сколько людей сейчас в бархатный сезон отдыхает. И в этом году, в сезон 24 года, вот этот летний сезон, было просто все заполнено отдыхающими туристами. Потому что мы поездили в Евпаторию и по различным городам и южного берега Крыма. Плюс еще в Судаке были, то есть показывали вам все эти обзоры. Если кто не видел, конечно же, обязательно посмотрите. Очень интересные и будет вам полезно. И сможете спланировать, куда вам поехать на следующий год на отдых. Ту же самую Евпаторию, южный берег Крыма или Судак, Феодосия. Вся та страна тоже у нас есть. И мы сейчас тоже будем ездить, конечно же. Останется только мне немного починить машину. И отправимся, конечно же, в путешествие. Будем дальше снимать и вести вам хорошие съемки, друзья. Ну что сказать, рыбаки тоже в деле. Сидят уже с утречка и занимаются рыбалкой. Мест свободные. Места свободные еще есть, конечно. Но по утрам здесь больше, конечно же, людей, которые рыбачат. И, может, кто еще не знает, в конце сезона поставили вот такие шатры. Застекленные, такие купола, где можно как раз-таки уединиться своей компанией, например. И посидеть, покушать, поужинать, пообедать, провести какую-то встречу, мероприятие. То есть, вот такие вот шатры стоят прямо на набережной. И вот их как раз-таки сейчас моют, следят, чтобы всегда было чистенько все, гладенько. Все это находится... И столы эти расположены от плов. Восточное бестро как раз-таки. Видите, сейчас на 12 часов, грубо говоря, практически людей еще нет. Но к вечеру, я думаю, здесь, конечно же, также остается полная посадка, как и была в летнее время. Идет подготовка, идет уборка, идет замена полотенец. То есть, короче, движение происходит. Здесь также можно отправиться на морскую прогулку. Вот сейчас один теплоход подходит, как Тебель называется. А теплоход Евпатория как раз-таки отправляется в свою морскую продулку, к замку Ласточкино-Гнездо. То есть, все находится это в Ялте, друзья. Ну и как обычно, друзья, даже на техническом пляже люди здесь, люди отдыхают. Вот кто-то даже купается, загорает с детьми. Но сколько раз я говорил, я бы вам, конечно, здесь не советовал купаться, отдыхать. Потому что есть пляжи, есть пляжи в Ялте, до которых не так сложно дойти. Зачем приходить именно сюда, рядом с катерами плавать, я не понимаю. Но люди отдыхают, купаются как бы. Ладно, прийти просто позагорать, там в песочке с ребенком повозиться, окей. Но чтобы купаться здесь, ну, вот туда пройдите буквально 10 минут в ту сторону или 10 минут в ту сторону. И все, и будет вам хороший пляж, где можно спокойно купаться. Ну, выбор, конечно, каждого. Я сколько раз говорил, может, кто-то, конечно, смотрит и здесь купаться не будет. Вот, ну, так вот здесь можно посидеть на скамеечках, позагорать, отдохнуть. Такая шикарная погода в октябре. Мне даже, кстати, уже жарко ходить. Так что посмотрим, может быть, я даже искупаюсь. Но искупаюсь я на Массандровском пляже. На Приморском пляже я купаться не буду, только если на Массандровском, друзья. Мы с вами проходим на верхнюю часть набережной, как раз в Киеве, которая ведет нас в сторону Приморского пляжа. Вот, посмотрим, что там в сторону отеля Арианда. Все это будет чуть-чуть подальше. Но вот таким вот образом можно пройти как по верхней части набережной, так и по нижней, ближе туда уже к воде. К сожалению, градусника я сегодня не взял. Что-то я о нем даже не подумал. Но будем проверять, какую погоду показывает там Массандровский пляж. Я думаю, где-то 22-23 водичка есть. Но мы с вами попозже, я говорю, окунемся и посмотрим ее реально в деле. Какая вода холодная или нормальная еще, можно купаться. Я думаю, до конца октября в этом году еще можно будет покупаться, отдохнуть, позагорать. Вот опять вот эта стройка в этом году. Если, конечно, не придет какой-нибудь циклон и не собьет воду течением или сильными ветрами. Вот здесь по правую сторону в теневой зоне люди часто отдыхают, сидят на скамеечках. Скамеек там довольно-таки много. Можно там отдохнуть. Тут как раз-таки стоит памятник дама с собачкой. Перед вилой Софии, которая уже не работает давно. На ваших экранах как раз-таки знаменитые ялтинские зонтики. Неподалеку от него, от них как раз-таки находится памятник Михаила Пуговкина. Здесь тоже как раз-таки была снята знаменитая картина. Вообще в Крыму очень много интересных фильмов, конечно же, снималось. Вот он, Михаил Пуговкин как раз-таки. На ваших экранах. И сейчас подойдем к новому памятнику, который я еще сам лично не видел. Это памятник Мухтару. Собака, которая здесь ждала своего хозяина. И потом она пела, подпевала мужчине, который играет на духовых инструментах. Мы дальше чуть пройдем и вам покажу. Находится вот в той стороне, чуть подальше. Здесь есть скамья примирения. Вот такое сердце расположено тоже на набережной. Видите, какие-то группа детей вышла, наверное, на какое-то занятие, может быть, по окружающей среде или что-нибудь типа того. Вот на Ялта скамья примирения. Вот так вот выглядит. Очень красиво, с таким сердцем сзади. Вон, написано, Ялта город счастья. То есть тоже, я думаю, много есть у кого отсюда такие фотографии с этих мест. Показываю вам все популярные места, конечно же, в Ялте. Ну, а вот как раз-таки на ваших экранах памятник Мухтару. Можно подойти, потереть его нос, загадать желание. Вот такой вот памятник красивый установили здесь. Кто-то, конечно, против, кто-то за, как обычно, мнение разделяется. Напишите свое мнение в комментариях. Нужен был этот памятник Ялте или нет? Чтобы тоже для вас было как ориентир, вот памятник Мухтару стоит. И вот торговые ряды сувениры. Здесь их множество. Можно отсюда увезти любые сувенирчики на любой ваш вкус, цвет и ваши пожелания, грубо говоря. То есть много, что здесь есть интересного. Ну, туда у нас уже идет Пушкинская улица, по которой тоже можно прогуляться, где есть множество различных кафе. Я как-то показывал в своих видео, но туда мы прогуляемся как-нибудь уже в другой раз. Потому что сегодня у нас такие именно набережные, тема набережных покажу вам на середину октября. Вот мы сувениры. То есть здесь ряд, с той стороны вы видели ряд, который на улице. И вот здесь еще один ряд. То есть три ряда, где можно купить сувениры и увезти с собой их из Ялты, из Крыма. И вот как раз-таки главный вход отеля Арианда. Тоже популярное место. Рядом с ним сразу есть палатка фруктов. То есть цена золоток 750, виноград 450, инжир 500, мандарины 500, 350, виноград, митарины 350. Арбузы по 150 килограмм, помидоры по 500. То есть вы видите, какие здесь цены. Здесь цены, конечно же, сразу завышены. Я так думаю, ну примерно если умножить, наверное, в три раза. То есть можно купить и дешевле все это на центральном рынке в Ялте, конечно же, друзья. Но это потому что здесь набережная, потому что здесь отель. Отель, потому что не из дешевых. Вот потому здесь поставили палатку такую проходную, чтобы люди, наверное, покупали в этом месте. Ну а там уже как раз-таки находится пляж отеля Арианды. Вот в той стороне внизу. Ну а мы проходим уже с вами на Приморский пляж. То есть здесь четыре уровня набережной. То есть идет первый, второй, третий и вот там вот четвертый. Четырехэтажная такая набережная со своими различными тоже кафе, где можно и просто покушать, где кофе попить, где вина выпить, суши и так далее. То есть на любой ваш вкус все найдется на этой набережной именно. Ну и попозже сейчас туда подойдем, посмотрим, сколько людей все-таки на пляже. Ну вот и обстановка на Приморском пляже. Вы сами видите, сколько людей. Людей, в принципе, достаточно. Но убрали все как раз сезонтики, шезлонги, лежаки и так далее. Сезон уже такой закончился, но спокойно прийти на пляж, понаслаждаться, конечно, солнцем, а еще теплым морем, потому что видно то, что люди купаются. Вот в той стороне прям много людей купаются. То есть вода теплая, 100%, еще можно купаться, отдыхать, загорать на солнце. Все еще пользуются теплыми днями, теплыми лучами солнца. То есть кто-то приезжает все равно очень часто в бархатный сезон, потому что на палящем солнце людям многим нельзя отдыхать. Но вот именно в такое солнышко людям многим нравится как раз-таки быть, потому что на самом деле на солнце еще очень-очень жарко и можно даже обгореть. Даже в середине октября. То есть вот такая атмосфера в Ялте, друзья. Грубо говоря, вне сезона. Вот такой не сезон в Крыму в октябре. То есть приезжайте спокойно в сентябре и можете даже целый сентябрь здесь находиться, и вас будет радовать теплая, хорошая погода вплоть до середины октября. Ну, это прям вот набережная Приморского пляжа. Вот здесь внизу находятся кафешки. Здесь находятся кафешки. На третьем этаже находятся кафешки. А на четвертом уже такие как бы смотровые виды. Давайте сейчас туда как раз-таки поднимемся на четвертый этаж и посмотрим, какие виды открываются у нас именно оттуда, с высоты. Посмотрим в сторону Ялты. Вот как раз-таки, как я вам обещал, видите, Ялта, горы. Вот там вот Ялтин турист находится, отель. И вот такая красота. То есть чаще становится вот таких вот облаков низких, прям вот в осеннее время. Здесь также можно посидеть, отдохнуть. Посмотрите, какие большие агавы здесь растут нереальных размеров. И вот, как я обещал, это четвертый этаж набережной Приморского пляжа. Пляжа. Вот так вот он выглядит сверху. Здорово, шикарно. Сразу, да, какая береговая линия стала огромная просто. Убрали все зонты и шезлонги. Просто нереальных размеров береговая линия, конечно же. Потому что раньше было все заставлено зонтиками, шезлонгами. Можете посмотреть летние мои видео, как все колоссально меняется. Но людей от этого, конечно, меньше не становится. Вот как бы есть люди даже в такую погоду. Виды открываются, конечно, отсюда обалденные просто. Горы, домики, отели, гостевые дома. Все это видно на ваших экранах. И, конечно же, природа. Природа Крыма, она шикарная, потрясающая. Очень такая своеобразная. Но она интересная. Воздух, конечно, сочетание моря, гор таких больших, высоких и сосновых деревьев различных. То, конечно, воздух в Ялте и в Крыму за счет этого очень-очень потрясающий. Как раз таки на южном берегу Крыма. Ну, а внизу вы видите вот столики как раз таки, которые по мере того, как будет закат солнца, столики будут заполняться людьми. И каждый будет отдыхать, гулять и наслаждаться вечерами в Ялте. Ну, а теперь давайте с вами именно прям по пляжу пройдемся. По Приморскому, по галечке. Шум гальки, вы слышите. Подойдем к воде. И потом отсюда как раз таки отправимся на Массандровский пляж. Посмотрим, какая обстановка там. Стоят ли шезлонги, есть ли раздевалги. Все это с вами посмотрим. Ну, вода такая немного грязноватая, потому что были накаты. Был такой небольшой шторм. Вот, считайте, в сентябре месяце прям было очень много таких штормов, волн. Но, видите, все равно это не мешает хорошему, прекрасному отдыху в Ялте. Потому что погода, конечно, шикарная. Погода суперская. Очень здорово. Вон сколько людей плавают. Реально вода, значит, тепленькая, друзья. Можно приезжать и спокойно наслаждаться отдыхом в Ялте. Вот вы сами можете наблюдать, сколько людей отдыхает, загорает. Показываю вам Приморский пляж. Показал вам набережную имени Ленина. Вдруг кто-то с середины видео смотрит. Показал новый скверик, такой небольшой, в самом начале видео. Советскую площадь, конечно же, с его фонтанами. Вот, с его фонтаном. И сейчас отправимся с вами на Массандровский пляж. Посмотрим, какая там обстановка, сколько людей. Вот, и как раз-таки там я искупаюсь. Так что оставайтесь на нашем канале и не переключайтесь, друзья. Друзья, чуть ли не забыл заглянуть в сквер имени Калинина. Здесь как раз-таки сейчас уже сделали скейт-парк. Поставили его уже. Давайте посмотрим его своими глазами. Потому что многие его, конечно, не застали. Теперь, кто собирается с ребенком в Ялту, кто занимается экстремальными видами спорта, то можно, конечно же, приезжать в Ялту. И как раз для вашего ребенка будет раздолье, где можно будет заняться экстремальными видами спорта. Сейчас на данный момент, конечно, никого нету, потому что все дети на учебе. Ну, вот так вот это выглядит. Есть два стола, где можно поиграть в шахматы-шашки. Есть воркаут-зона, где можно покачаться, побить грушу, сыграть в настольный теннис. И, конечно же, сам скейт-парк. Бетонный, залитый. Как по надписям, когда здесь шла стройка, строила его московская компания, которая занимается вообще многими скейт-парками. Потому что в свое время я тоже катался на скейте и как бы знаю. То есть вот бетонный скейт-парк, вот такой шикарный. Построили, сделали. Хотели вообще его снести и не делать. Но люди настояли на этом. И все-таки получилось сделать, чтобы был скейт-парк. Причем хороший, удобный, качественный, нормальный скейт-парк. Вот такое вот место теперь есть в Ялте. Очень здорово, что развивают экстрим все-таки в нашей стране. Идем в сторону Массандровского пляжа. И как раз таки, кто многие пишут, не верят. Сейчас подойдем к столовой Сирени. Есть у них здесь приз Куранцен. Какие сейчас цены в этой столовой. То есть здесь реально можно нормально, дешево покушать. Вот мне цены. Запоминайте. Нажимайте на паузу. Очень-очень много людей пишут, что нереально таких цен нет. В Ялте, пожалуйста, вот вам пример. Есть такие цены. Есть еще вкусноежка столовая. Тоже находится в Ялте. Но туда ближе к отелю Арианна. Чтобы попасть вам на Массандровский пляж, надо пройти через отель Бристоль. То есть это вот для вас будет как ориентир. То есть отель Бристоль. И вот как раз туда дальше идем по прямой. Там уже будет Массандровский пляж. Так что кто первый раз в Ялте, тому будет очень полезна эта информация. Я думаю, многие сейчас будут смотреть видео и готовиться к своему путешествию. Либо на новогодние праздники, или уже, конечно, на сезон 2025 года. В Ялту, в Крым. В вокзале появилась парковка. Стоимость парковки 150 рублей в час. Вот такие расценки. Именно здесь оплата банковской карты до 1000 рублей. Если свыше, только расчет наличный. Вот здесь теперь можно парковаться, но 150 рублей в час. Так как обычные городские парковки идут по 50 рублей в час. Но появилось еще одно место, где можно припарковаться. Если вам на часочек, то не страшно. Если на 3-4 часа, то вот уже сами считайте. 150 рублей в час, мне кажется, это высоковатая цена. Можно было сделать, если даже так, то хотя бы там... Если городские стоят по 50 рублей, то эту хотя бы сделать рублей. 70. Но хотя бы места не пустуют, с одной стороны. Но, конечно, надо больше делать бесплатных парковок в Ялте. Потому что с парковками в Ялте это, конечно, полный трындец. Это вот мягко говоря. Многие улицы для парковки как-то не рассчитаны. Уже знаков понаставили то, что эвакуация. И ездят эвакуаторы, только эвакуируют места почти что в одних и тех же местах автомобиля. А так вот паркуйтесь, пожалуйста, по 50 рублей через приложение Ruparking. Ну вот они ступенчики около церкви небольшой. Как раз-таки начинаются у нас уже в сторону Массандрского пляжа, друзья. Вот она, часовня святителя Николая архиепископа. Вот так вот выглядит на ваших экранах она. И идем на Массандрский пляж. Посмотрите, на мое удивление, даже еще торговые ряды вот здесь все открыты. То есть еще можно наслаждаться реально сезоном бархатным. Так же, как и пиво, и закуски, и все-все-все. И еда, чебуреки, все это еще открыто. Так что сезон еще не закончился на Массандрском пляже. Здесь даже выпечка, которая до сих пор еще работает. Чебуреки по 150, самса по 150 рублей. Плов 350 рублей. Куриные крылышки, один шампур 350 рублей. Вот здесь уже, конечно, где пончики, где шаурма была, и чебуреки тоже уже не работают. Здесь шаурма, чебуреки, вот здесь пончики. Уже все, наверное, закрылись до следующего сезона. Ну, вот он и главный вход на Массандровский пляж. Посмотрим, как здесь обстановка. Есть ли лежаки, шезлонги, навесы. Все остальное еще здесь продолжается сезон или нет все-таки. Посмотрим, сколько на табло показывает градусов. Спасатели еще ездят, пляжный патруль ездит. Табло уже не работает, к сожалению. Наверное, все-таки уже отключили его. Может быть, дальше будет работать табло. Еще точно не знаю. И здесь тоже все еще работает. Всякие палаточки с коктейлями, с закусками, с перекусом и всем остальным, что можно выбрать себе на пляже. Есть раздевалки. Вот, но раздевалки, как я понял, их вынесли сюда или все, они уже их вынесли с пляжа, наверное. Ранкунуться, посмотреть, сколько людей в море. Люди купаются. Сейчас мы выйдем с вами на выступ и как раз-таки посмотрим, сколько людей сейчас отдыхает на пляже. Баскет-мидий стоит 700 рублей. Фирменная уха в казане 100 рублей. Уже готовят ребрышки. Вот уха как раз-таки фирменная готовится. И вот мне ребрышки жарятся. Вот здесь можно зайти переодеться. А, то есть вот с этой стороны заходим. Это такая раздевалка. Ну здорово, значит, хорошо, что где-то хоть еще можно переодеться. Это очень полезно, конечно, и удобно. Так, здесь перекрытый проход. Пойдем тогда туда дальше, где есть навес. Ну вот сами можете посмотреть, сколько людей в этой стороне. Это прям первая большущая пляжная карта. И дальше. Ну что, друзья, сами можете посмотреть в своих экранах, сколько людей на Массандерском пляже. Так как здесь еще есть шезлонги, лежачки, раздевалки. Все это в доступе для людей, для отдыхающих. То есть здесь, конечно, людей гораздо больше, чем все-таки на Приморском пляже. Вот видите, в одном видео как удобно сравнить вам сразу два пляжа. Приморский и Массандерский. То есть вы видите саму разницу. Вода, посмотрите, какого потрясающего цвета. Она такая изумрудная, шикарная. Вид на Ялту открывается тоже отсюда превосходный. Люди купаются. Сейчас я тоже, конечно же, окунусь и проверю на себе, как температура воды в Ялту. И, конечно же, в другую сторону тоже можете посмотреть. Здесь вот лежаками не занято ничего, но можно вот так своим полотенчиком спокойно расположиться, купаться, отдыхать, загорать. Наслаждаться еще бархатным сезоном в Ялте. Это очень здорово, конечно. Людей, как вы видите, реально много. До, для середины октября. Здесь вода не готовилась купаться, но, конечно, придется это сделать, придется отмянуться. Водичка хорошая, где-то 22-23 градуса. Вода хорошая. Нужно удачу спокойно плавать. На подводе, конечно, вы ничего не увидите. Вода мутная. Я говорю, был накат, был небольшой шар. Но плавать можно. Люди плавают, пытаются. Говорю, на солнце прям жара. Много людей даже видно такие подпеклись. Немного. Красноватая кожа даже у них прям. Но в воду даже комфортно, на самом деле. Нет такого, что прям вообще колотун какой-то. Ну, если вот мы купаемся с вами на Массандерском пляже, середина октября, 11 число. Вы, наверное, многие не можете в это поверить. Но это так, друзья. Реально. Вот даже на часах все показано. 11 октября. Время 12 часов 31 минута. И можно плавать, купаться, наслаждаться морем и солнцем, друзья. И даже плавать под водой. И людей, как вы видите, сами реально. Много достаточно людей, которые приходят на пляж загорать, купаться в бархатный сезончик. Ну что, друзья, я надеюсь, вам, как обычно, мое видео понравилось. Так что не забудьте подписаться на наш канал, поставить палец вверх. И сшите комментарии обязательно. Смотрите наши предыдущие видео, ждите новые выпуски. И до новых встреч. Пока.